Сайф Румкин Я боролся за права человека. Я считал, что права человека, как это относилось к евреям в Советском Союзе, это было неправильно. Я старался делать все возможное на то, чтобы дать право эмиграции, право верить в свою веру, идти в свои синагоги и так далее, и изучать историю своего народа. Но меня настолько же тревожат права человека в сегодняшней Африке и в сегодняшней Азии. Я буду делать все возможное для того, чтобы им получать. Однако выбор друзей для него имеет общечеловеческие критерии. Я не выбираю своих друзей, потому что они интересуются евреями, потому что они сами евреи или не евреи. В многих случаях я даже не знаю, кто из моих друзей, жена или муж, там они евреи или не евреи. Откуда мне это знать? Это меня не интересует. Один из ближайших друзей Сая, христианский священник Фрэнк Эйклер, глава организации «Шалом Интерн». Последние 20 лет я активный участник борьбы с антисемитизмом в Америке. Я говорю своим прихожанам, что мы не можем оставаться в стороне, когда нападают на евреев. Мы будем защищать евреев, если это потребуется в России или других странах мира. Не только права граждан, темы выступлений Саев Румкина в американской и русскоязычной прессе, но и политика. Я думаю, что Америка наконец должна понять, и может быть начнет сейчас понимать, что то, что происходит в Ираке, где иракские террористы сейчас стреляют по американским солдатам, взрывают их и так далее, это то же самое, что происходит в Израиле за последние 40 лет. Среди гостей Яков Бронштейн, сценарист, его жена Мил, инженер, москвичи, в США 28 лет. Марк Славский, строитель, Надя менеджер. 13 лет назад приехали из Одессы. Несколько общих вопросов. Почему эмигрировали? Как сложилась жизнь в новой стране? Как добиться успеха в Америке? Главная причина – это невозможность работать далее в кино, потому что меня закрыли одну картину. Меня в Киргизии остановили, меня забрали после подготовительного периода второй картины на студии Горького, отняли картину. Семейных проблем не было, было полное единение, полное понимание того, что я был, может, единственным, который не сильно хотел я. Я думаю, что всем тяжело. И людям, которые приезжали в наше время, и людям, которые приезжают сейчас, и 10 лет тому назад, все должны испить чашу трудностей, чтобы познать американскую жизнь. Но эта жизнь не могут все одинаково добиваться успеха. И я не самый, так сказать, успешный бизнесмен русской комьюнити. Окей, я может быть, я делаю то, что мне нравится. Вот это очень еще что важно в этой стране. Снимать мне здесь практически не удалось. Я просто понял, что это возможно только… Что, рынок, который не пускают? Ну, нет, просто совершенно другой принцип отношений. Первое. Второе. Очень тяжело. Человеку, который не наработал себя, как международный известный телевизор. Эрика Потап родилась в Америке. Благодаря родителям, выходцам из Одессы, она говорит на двух языках – английском и русском. Ну, когда я была маленькая, все друзья были русские. Ну, так мы вместе березли. Американцы смеют. А что вы думаете о демократии в Америке? Мы решили, что в этом году… Хорошая демократия на немецкой. Я не знаю, как вы списали. А что думает хозяин дома о детях и внуках иммигрантов, оказавшихся в новой стране совсем юными? Их дети понемножечку начинали стыдиться того, что их родители разговаривают с акцентом. А их внуки только знали то, что знают сегодня внуки и правнуки людей, родители которых, дедушки и прадедушки, приехали из России в начале 20-го столетия. Сая нельзя не влюбиться, поделилась с нами его жена Элла. Вот уже 9 лет они счастливо дополняют друг друга. Мы, конечно, устаем, готовясь к этому дню, но общение с друзьями – лучший отдых. Ежегодно в этом гостеприимном доме более 100 бывших эмигрантов со всего мира празднуют День независимости Америки, объединенные только одной зависимостью – дружбой с семьей Фрункиных. Эмилия Хацкевич, Михаил Суслов, Александр Буркатов. Специально для программы «Наша» с альбомом «Новоженовым. Лос-Анджелес».